Ребята, всем привет, с вами Александр, асикволдзегейм и у нас будет сегодня турнир Горгазуха в записи, стримчик не получался по времени, но как бы ничего страшного. Так, так же у меня в гамне здесь есть великолепная сделка за 19 миллионов 3000 генов, это вообще просто сплошное удовольствие. И так, мы в пару кликов возвращаем себе миллионы, можно и в один доллар клик, но не судьба, да, тоже есть едой, у меня уже полный фарш, у меня уже полная еда, даже никуда не лезет, так что я даже сейчас уже и еду буду тоже менять и продавать на золото и на, в общем-то, на все что угодно, что попадется. Так, давайте сейчас мы тут попытаемся найти нашего Горгазуха. Да, кстати, вот прикольно. Скоро в Джурасик Волды Лаве я смогу создать аналога скул, скулозавр или как-то там он, ну, похож, короче, на вот это, на крутозавр, скулозавр плюс кулозух, скулозух, как-то так будет там назваться этот гибрид. Один из последних, что мне остался, его, то, в общем-то, скоро создадим. Так, а где, где мой Горгазух? Там, Диплозух, там. У меня небольшой бардак, конечно, в парке тут образовался. Ну, бывает, что поделаешь. Так, а куда же я запихнул Горгазуха-то своего? Здесь у меня уточка и там фибии есть, конечно. Все не то, все не то. Так, надо искать. Надо искать через вот эту штуку. Так, существа, амфибии. У нас же турнир на Горгазуха, потому нам обязательно нужно его посмотреть. Ну, то есть, создается он как Горгазавр, плюс амфибия. Так, перейти. Перейти. Давайте вот так вот будем посмотреть. Смотрите, вот на первом уровне 1600 на 400, то есть Горгазух на первом уровне уже как тиранозавр Рекс. Спасили. Так, 2500 на 639. У него... Это уже у нас на 10 уровне, уже крутой, да, такой на 20. 4200 на 1000, шикарный. 6500 на 1600. Великолепный. В жизни, конечно, у него много не хватает, немного силы удара. И максимальный уровень вот такой вот у нас, он шипастый, красавчик. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. 9000 на 2300. Так, есть у меня еще один, да, можно покормить. Да, в общем-то, крутейшая амфибия, что у нас есть в парке. Ну, по внешнему виду, да, тоже крутой. Как диплотатор крутой, вот Горгазух крутой и Диплазух тоже крутой, короче. Кстати, давайте, может, давайте прочитаем что-то. Ух ты, я даже не читал. Вы знаете, что Горгазух дальний родственник тиранозавра Рекса. Ну, в смысле, через Горгазавра. Так, название этого вида означает ужасный крокодил. И он сочетает в себе самые сильные черты Горгазавра и Капразуха. Ну, да, Капразуха, это его амфибийный родич. Выглядит тоже круто. По силе укуса, равной более 450 килограмм сил на сантиметр квадратный, Горгазух может подвигаться современным гребнистым крокодилом. Горгазух исключительно наземный хищник, предпочитающий охотиться на более мелких цератопсидов и гадрозавров. Ну, по размерам, он должен быть гигантским. Так, стоять. Так, вот наш диплотатор. Восстановил уже 40-й диплотатор. Не знаю, видели ли вы его, не видели. Тоже очень красивая амфибия. Код 19. Излечили код 19, а... Так, остатопозавр, приатродон. Так, куда... Где ж моя гема Горгазух? Если меня сюда перекинул, он же где-то здесь должен быть. Короче, ладно. Фиг с ним. Загадка. Спрятался куда-то Горгазух, но он где-то здесь. Он где-то точно здесь. Так, ну что, давайте тогда идем в схватки. Я вот сейчас нахожусь на 51-м месте в одном проценте. И это у нас обычный турнир, как видите, здесь нет никаких ограничений. Значит, погнали. Будем побеждать Мигеля, Бетти, Ванину, Макса, Марселя, Джона, Самета, короче. Арьефа, Рикарда, Рафаэля. Масочек, короче, это самая популярная игра в Италии где-то. Такие имена. Стоять. Так, ну что, давайте, может, иначе начнем тогда наш волос какой-то такой амфибии. Крутой амфибия. И не знаю, кого взять. Может, Сигде, что взять? Посмотрим, не знаю. Что-то, честно, противник какой попадется. У нас по полторушке удар. А противник наш, раз, два, три, четыре, пять. Ой, очень слабый, но это опять же. На первый бой мы не ориентируемся. Первый бой, может быть... Вообще, короче, не в тему, так сказать. Давай, давай, Секодон. Примитивный ты наш звероящер. Так, а у него три хищника. Это, да, такая очень глупая команда из трех хищников. Глупее может быть только три травоядных. Так, вот я взял и всех сел в горгозу. Печально. Так, ну сейчас посмотрим, что там попадется на второй наш бой. Потому что... Как-то... Есть место даже не... Ничего себе, такой разрыв, блин. 200 очков. Блин, и горгозухи пролетели. И баксы пролетели. Несчастные стогены. Лучше 50 даться. Ладно, ладно. Ну, давайте возьмем кого-нибудь там с ударом до тысячи. Но я чего-то сомневаюсь, что сейчас будут мне противники такого плана попадаться. Вот, допустим. Индоминус, Дарвиноптер и Карни. Сейчас что-то нам по полторушке, да? Сила удара противника как попадет. 1500. Не, ну, в общем-то ничего такого. Кевин или кто там против нас играет? Так, Раджа. Ну, Раджа даже покруче, чем мы. Но, наверное, 2400, может и 2500. Вот, притык, хватает ему 2 или нет? Ну, теперь точно. Мы знаем, что ему не хватит 2. Вот, что прекрасное. Равные противники. Сейчас мы тут пободаемся. Вот, время. Индоминус подживится. 1, 2, 3. Вот, я его за 2 точно не пробивал, а он меня за 2 мог бы и пробить. Там где-то рядышком, очень рядышком было. Так, Эриопс. 4 балла. Атака на 3. Молодец, все правильно посчитал. И очень жирный он по жизни. Так, за 2 удара справлюсь, нет? Да, справляюсь. Набрасываем еще один и побежим. 3 800, на соточку больше. Так, скафагнатище. Похоже очень на Дорвиндоптера, как вы видите, да. Очень похожи они. Их хвосты с этими балабонами. И хохолки. Все, короче, как положено. Но мы выпустим Раптора, и он тоже хочет кушать. Какой красавчик такой, дракончик какой-то, да? Карник, хорошенький гибрид. Блин, нам еще прилично такой разрыв получился, е-мое. Загадочка прикатила. А вот там и Гаргазук рядом был. И нестигаться в пау. Так, ну, в общем, там мы на правильном пути брать где-то в районе тысячи. Нужно брать, и мы сможем нормально себе сражаться. Вот так вот, да. Давайте подтанкуем. Амфибию сейчас нужно взять. Вот так вот. Надозавр, ну, отлично. Он танкует, удар у него слабее, чем Залмоксис. А вот это правильное расположение. Диносор 900. Два сильных и один слабый. Хорошо. Ну, вот, кстати, очень даже неплохой противник. Амфибия. У него хищника нет даже. Ха, прикольно получилось. Ну, раз он не атакует, мы тоже не атакуем. Так, а сливать мне нужно именно Амфибию на самом деле. Но он решил по-другому. Ну, ладно. Разберемся, в принципе. Мой Залмоксис порешает остальных двух. Блин, ух ты, ё-моё. Слабенький удар. Парагирина. 700, 700. Ну, 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 что ты будешь делать? Ничего он решил не делать. Да, вообще-то, можно было его и пробить. Вот ещё один удар бы добавил и пробил бы. Ну, а он что, атака на все... На все баллы. Это глупейшая затея, конечно. Мой Залмоксис сейчас вообще всех порешает. Вон, три балла в защиту даже приходится ставить. От нечего делать. Ну, и супер удар. Так, ещё соточка. Ещё четыре, боги, ё-моё. Чтоб перебраться выше до Мигеля. Мигель. Не хочет с нами, короче, Мигель общаться. Надо его доминировать. Надо его доминировать. Так, Метриалонг. Птерозаврик нужен. Вот так. Это тоже правильная парочка. Больше жизни, больше удар и защитник. Так, противник крепкий, крепкий парень. У нас жизни чуточку... Видишь, они практически одинаковые. Здесь пара очков жизни больше, здесь пара очков у картика удара больше. Так. Но он не подменяется на амфибию. Почему? Пробиваем. Но ему сейчас, Эрликом, вообще, как бы неудобно пробивать. В принципе, он-то и не может пробиться, если он очки считает правильно. Четыре балла. Подменился. Умничка. Потому что у меня там тапиялозавр. И с Эрликом ему бодаться совсем не хотелось. Ну, это подарок. Подарок. Мы сейчас тут отдоминируем вот этого парня. И все. Тут у меня два хищника. У него один травоядный. Все. Мы его отдоминировали. Полная, тотальная доминация. Семь атака на четыре. Такое себе. Давайте про аддона выпустим. Нам как раз хватит. Еще одного шинкователя она шинковали. Сколько у нас шинкователей в этих выграх? Jurassic World The Game, Jurassic World The Live. Много. Дилархейрус, Эрлидоминус, там всякие сигнозавры, терезинозавры, да и нахейри. В общем, там миллион шинкователей. Так, ну давай, попадись уже нам. Супер приз. Ну, двести генов тоже сойдет. Тарам-пам-пам, парарам-пам-пам-пам. Много, много до динозавров. Мы можем очень долго, на самом деле, сражаться. Секодонт. Секодонт. Так, ну что. Хищник. Вот так пойдем. Потом два травоядных с амфибией пойдут. Амаргозавры, сигнозавр, тоже шинкователь. Сигнич. Пятьсот, восемьсот, девятьсот. Ну да, вот так вот и остается до тысячи. Секодонт. Кусь. Слабенький попался, первый. Ну, это, в принципе, правильно. Будет ли он подменяться на Крутозавра? Противник думает. Противник задумался. Даже балл перенес, потому что ли он покинул бой? Нет. Смотрите, сменить динозавра. Ну, как-то поздняк метаться. Я уже тут во всеоружии мчусь. Блин, чуть ли не за один удар. А, пришлось три балла потратить. Ну, дальше вы понимаете, все будет очень легко. Вот и все. Может, Секодонтазавра взять? Так, Юлий победил. Мы подбираемся. Еще два боя, и мы победим. Двести генов, снова двести, но лучше сто баксов. Битва, 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 битва. Так, ну, я обещал двух травоядных. Тогда берем, конечно, сначала двух травоядных. Вот первый пойдет. Так, где у нас там амфибия какая-нибудь? Ничего себе, какая-нибудь. Довольно крепкая. Да, но это с запасом. 800, 1200, 1100. Ну, потому что нам попадется мега-супер-пупер-сильный противник. И почти. Пахигалозавр подкачал. Он должен был стоять первый. Так, ну, у меня он тоже может сесть за два удара. Это не очень радужно. Они похожи по раскраске. Два коричневых зенезаврика. Печально. Ага, он два в защиту поставил. Трусишка. А я-то, я думал, он сам боялся. Давайте его напугаем. Ударим его травоядным, и он убежит от страха. На мотоцикле уедет, точнее. Пять ударов. Атака на четыре. Непонятно, почему на четыре. А вот мы атакуем на три. И все понимают, почему. Даже защищусь. Попытаюсь, по крайней мере. Иоламбия. Иоламбия, зомбаламбия, короче, там появилась. Два удара мы выдержим. А вот три нет. Ах ты ж гаденыш. Ну, придете с Сигмичем воевать. Это, конечно, непросто будет. Ну, он слабенький. У него слабый удар. Там пятьсот будет тысяча. Черт подери, у меня аж две тысячи жизней сегодня. Упс, 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 упс. Все на волоске, ребята. На волоске. Но он решил нас не атаковать. Довольно странное решение. Пробуем по максимуму. Да! Что противник думал, непонятно. Он мог бы легко защититься и легко меня пробить. У Сигмича очень мало жизни. Спой, птичка. Ну вот, Сигнозавр спел. По Хигалозавру похоронку. Так, следующий бой, ребятки, мы таки пробьем. Это непробиваемое 50-е место. И там дальше будет двигаться, в общем-то, полегче. Будем крутить рулетку в разные стороны. Так, ну и на победный бой давайте возьмем Секодон там все-таки. Он там ждет в конце очереди и просит. Возьмите меня. Я буду хорошим мальчиком. Я буду танковать. Так, ну, этот парень нам, конечно же, не подходит. Нам подходит вот этот парень. Ну, давайте сейчас попытаемся порешать. Сейчас противник должен быть даже посильнее нас. Типа там 1200, 1400 и 700. Будем, будем танковать. Ну, за один удар, за два удара у нас не пробьет. Это Секодон в этом плане молодец. Не дадимся цыпленку. Так, у нас, в принципе, все по плану. Все хорошо. Вот это уже не по плану. Мало баллов попадет в мегагалазавру. Блин, а еще пришлось бить 3 балла. Если он меня сейчас не пробьет, что вряд ли. Это было бы вообще шикарно. У него 4 балла, а так, а вот как раз на 4, если он считает. Молодец. Надеюсь, я за 2 его пробью. Хотя вряд ли. Стиги жирные очень. Ах, 3 придется бить. Черт, подюми. Но этот бьет немного. Раз, два, три. Раз. Блин, ну 2 надо ставить. За 3-то может и пробьет. Хотя, блин, ну пахи мало бьет. Пахеринка. Блин, а зачем я вообще защищался? Уж очень мало он бьет. Да, а что он хотел сделать? Он же на 4, за 4 меня не пробивал бы. А почему-то я думал, что у него много жизни. А по сравнению со Стиги, у него очень мало жизни. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас, ребятки, был победный, 50-ти процентный бой, достойный. Та-дам, та-дам, ура! Мы Мигеле обскакали и Бетти, эээ, эээ, ээээ, геоцонда, геозонда, как там ее правильно прочитать, тоже обскакали. Так, и обскачем сразу из 48-го, и 47-го, и скоро доберемся до 46-го. Вот так. Так, что-то мне уже в талет хочется, скоро надо закругляться, а то я сделаю лужицу под собой. Так. Где наш птерозавр? Вот наш птерозавр. Ух ты, какой мощный, 1500 птеродоустро. Смотрите, какая-то странная подборка. Постоянно у противника идет два сильных и один слабый. Что это такая за фишка пошла? Эудиморфодон тоже мощный парень, полночнее даже нашего Едона. Так, ну что, давай. Кто на новенького? Кстати, мал... Хотел сказать молодец. Нет, не молодец, он неправильно выбрал. Неправильно я расположил, короче, ух ты, своих динозавриков. Их надо в птеремешку как-то ставить хотя бы. А то если бы у меня был первый травоядный, я бы его пробил, и у него идет сразу опять второй литун. Это было бы уныло. Так, ну ладно, я не буду его защищать, хотя у него и самый сильный удар, но жизни, конечно, маловато. Так что... Будем как-то разбираться с этим. Четыре атака на два. Это подло, очень подло. Ну, секадонт, я знаю, что бьет мало. Пятьсот там примерно. Раз, два, три, четыре, раз, два. Та-дам-та-дам! Победа! Так, почти полторушка у нас сорок седьмое место. Следующее мы займем, сорок пятое. В общем-то, изи, изи-бизи. Теперь продвигаться без проблем. А то, конечно, такой гэп целых 200 очков было до ближайшего противника. Оу, 500 гена! Оу, бэйби! Круто! Ну, нужно так немножко еще постражаться, чтобы спать спокойно, да? Так, у нас там травоядные будут идти сейчас. Два травоядных. Их нужно разбавить амфибией. Так, сначала ты, 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 ты тебя убираем и ставим его величество. Престазуха! Да? Его родич Пастазух был в свое время самым грозным хищником в это времена до динозавров. 300 миллионов, там, лет назад примерно. Ничего не будем делать. Так, опять же, неправильно стоят, вообще неправильно подобраны противники. У меня все в порядке. Так, ну давайте будем потемножку его отпусывать. Токомайзеры, должен был тебя замедлить и забрать ход на все 6 баллов. Отлично! Противник просто молодец! 2, 2, 3 даже поставлю, хотя зря 3 надо было, 2, но вот. Хотя, он может подмениться, да. Астапозавр. Досвидос. Нет, выжил. 2 хелса, ну вот это да. Подвиг. На 5 из 6. Но нас это никак не пугает. У нас 1000 и 1 удар. Ну, поставлю 2. Но думаю, и одного хотела бы. Три удара нам не страшно. Атакуй! Молодец! Это и был его последний шанс. 1800 с нас сняли. Но мы ответим жестче. 18000 в ответ. 44 место, ребятки. Ну что, давайте займем до круглой цифры, там где-то до 40 места и закончим. 200 генов. Вот это нормально. Я еще смогу пройти еще там сложный-сложный бой у меня есть. Это хорошо, что остается так много диносов. Диносов. Так, ну вот, в общем, да. Хищник. Давайте, это травоядный хищник. Амфибия у нас там где-то далеко, наверное. Хотя нет, недалеко, ладно. Тогда возьмем по-финшую. Ээээ. А что я взял такое? Вообще-то, летуна надо было взять. Ладно, пофигу. 900 400 900 опять один слабый два сильных один слабый ну я не зря амфибик взял очень коряво как я уже говорил в начале видео 3 хищника и печально уже может быть только 3 травоядка эта команда такая проигрышная кстати возьмем на следующий раз самую плохую команду 3 травоядка это будет наш последний бой 3 травоядка но если мы не проиграем конечно если проиграем придется отыгрываться русишка и юдомишка юдомишка 777 атака на все семь вау супер удара цератозавра классно выглядит это как у супер ударов птера векса по моему джурасику доллой четверг загнался 4 слишком много баллов хватило и двух бы но ну шо троядонишка трусишка давай я тебя съем акракантазауру кархарадонтазауру акракантазауру вот сорок первое место как раз нам еще на один бой если я не лужицу до этого не сделаю под собой не уж то ли снова 200 гена в этом четыре раза подряд 200 гена получили это какое-то волшебство так апатозавр пойдет так это что-то немножко не там взял и аламбия да пойдет и анкелодок так ну три хищника подряд надеюсь нам не попадется второй раз нет не попадется вообще хищников нет вот это сейчас мы их нагнем два птерозавра вот это поворот даже апатозавр может про атаковать мощно ну вот это нам повезло а противнику очень не повезло ну хотя мы все равно бы победили амфибия у него слабая единственный вид динозавров который ну вид противника по стихии который бы мог сражаться хотя бы на равных стравояд у него он просто очень слабый я разрешаю тебе еще ударить ударь мне еще раз я буду специально поменяться по одному раз-два раз-два кря да давай топь ялазавр давай быстрее то я уписаюсь нет мы тебя затопчем одним из первых гибридов первый зауропод гибрид анкелодок и единственный не единственный уже паразавр появился потом и это вот такая вот у нас сладкая победа и мы занимаем минимум сорок первое место сороковое то есть или даже выше тридцать девятые ребятки тадам в общем на этом я с вами прощаюсь до скорых встреч ребята всем пока юху-ху и крутейшая награда за эту схватку